Россияне хотят создать живой щит из горожан, мэр Энергодара объяснил происхождение взрывов. В оккупированном Энергодаре Запорожской области слышны выстрелы и взрывы. Россияне обвиняют в них ВСУ, которые будто бы среди бела дня обстреляли жилые кварталы города, хотя украинские военные не имеют к ним никакого отношения. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на сообщение городского главы Энергодара Дмитрия Орлова. В Энергодаре действительно сегодня снова. Раздаются они из промышленной зоны города. Но в ВСУ не имеют к ним никакого отношения. Когда вооруженные силы Украины пойдут в контрнаступление, Энергодар обязательно об этом узнает. И это будет происходить не таким образом, как рисуют сейчас расшисты, заверил он. По словам Орлова, наиболее вероятная причина таких провокаций – максимально посеять панику среди местного населения. И таким образом спровоцировать людей к массовому одновременному выезду из города. Что, в свою очередь, позволит использовать скопление большого количества людей в районе Васильевки и искусственно задерживать там авто на неопределенный срок. Объяснил он намерения оккупантов. Он добавляет, что это, среди прочего, попытка россиян использовать украинцев для большого живого, считаясь гражданского населения перед контрнаступлением ВСУ. Чтобы заблокировать продвижение и интенсивность атаки украинских военных. Как сообщалось, в ночь на 12 июля в оккупированном Энергодаре атаковали здания службы безопасности Украины, которые захватили российские войска. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok